Это программа о тех, кто принимает решения в Ненинском автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала «Север» Ольга Русул. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск информационной программы «Законодатели» в этом выпуске. Депутаты совместно с администрацией Ненинского округа продолжают работу над главным финансовым документом региона на 2021 год и плановый период. На этой неделе прошли обсуждения статей расходов на нужды медицинских учреждений. Окружные парламентарии предложили оптимизировать статьи расходов Департаменту природных ресурсов, экологии, эгропромышленного комплекса Ненинского автономного округа. Этот вопрос рассматривался на очередном заседании. Вернулись в родные стены. 21 сентября после капитального ремонта открылась школа номер один. Этого события с нетерпением ждали ученики, педагогический коллектив и родители. И начнем выпуск с федеральных новостей. 23 сентября в Москве президент России Владимир Путин встретился с членами Совета Федерации. Глава государства пообещал регионам финансовую поддержку, если они в ней будут нуждаться. Президент подчеркнул, что сейчас главная цель – это благополучие российских граждан, семей и рост их доходов. Во встрече с главой государства приняли участие сенаторы от Ненинского автономного округа Рима Галаушина и Денис Гусев. Встреча президента России с членами Федеральной Палаты Федерального Собрания Российской Федерации прошла в Кремле сразу после первого заседания парламента в рамках осенней сессии, в повестку которой были включены крайне значимые принципиальные вопросы для страны. В начале встречи Владимир Путин обозначил суть конституционных поправок, направленных на обеспечение фундаментальных основ устойчивого развития государства. Так существенно расширяются полномочия обеих палат парламента, возрастает роль Государственной Думы в формировании правительства, Совета Федерации в назначении руководителей силовых ведомств, генерального прокурора и его заместителей, прокуроров, субъектов федерации. Во всяком случае, уважаемые коллеги, мы с вами делаем шаги в правильном направлении. Изменения в Конституцию призваны обеспечить безусловные соблюдения законностей и правопорядка, защиту интересов граждан, предпринимательских и других свобод. Особо отмечу, что наше общество убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета России, а это предполагает и приоритет нашего законодательства, и полный запрет на занятие государственных должностей лицами с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, имеющим счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях, в банках. Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок. Как отметил глава государства, первый пакет законопроектов для реализации новых положений основного закона подготовлен и направлен на рассмотрение в Государственную Думу. Но подчеркну, предстоит качественное развитие всей правовой базы и прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее России, как правового социального государства. Владимир Путин также напомнил собравшимся, что в период эпидемии с ее сложнейшими экономическими последствиями в мире и в нашей стране, а также несмотря на резкое падение цен на нефть и энергоносители, которые являются основным источником бюджетных поступлений, государство смогло существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам. Президент также особо обозначил главную цель государства. А главная наша цель – это, конечно, благополучие российских граждан, российских семей, рост их доходов, здоровье наших граждан, широкие возможности для воспитания детей. Для того, чтобы каждый мог проявить себя, принести пользу своим близким, своему предприятию, компанию, городу, региону, а значит всей нашей стране, всей России. Убежден, что именно этими приоритетами мы с вами и будем руководствоваться, не только при подготовке и утверждении федерального бюджета, но и при принятии всех наших государственных решений и текущих, и стратегических. В своем ответном слове спикер Совета Федерации отметила. Вообще с января очень многое изменилось. Ситуация в мире, те вызовы, с которыми столкнулись государства, экономики, люди, вызовы ранее не виданы. Все это потребовало новой определенности, новой системы координат. И для нас, законодателей, мы эту систему координат сегодня получили от вас. Владимир Владимирович, хотелось бы еще сказать, что период, в котором мы все оказались, с одной стороны можно воспринимать исключительно негативно, как череду жестких вызовов, а с другой можно в нем найти положительные моменты, как и в любом преодолении. Так вот, именно сейчас, на мой взгляд, по-новому, совершенно на ином уровне в обществе сформировался запрос на стабильность. Мы это чувствуем. Люди хотят, чтобы мир вокруг них, ближайший мир, семья, работа, дом не подвергался разрушению, был понятен, правила и условия жизни стабильны и привычны. И это еще раз убеждает нас в том, что выбранный вектор на определенную, я бы, может быть, так сформулировала, здоровую государственную интровертность, ориентированность на себя, на отечество, он абсолютно верный. В ходе встречи было уделено немало внимания формированию федерального и регионального бюджетов. Что касается бюджета, все сенаторы понимают значимость основного финансового документа, его главное предназначение развития страны и забота о ее гражданах. Ведь за каждой цифрой, за каждой строчкой в бюджете стоят конкретные люди, которые рассчитывают на свое государство, ждут от него реальных шагов по улучшению их жизни. В самое ближайшее время, в начале октября, Совет Федерации проведет представительное общественное слушание по бюджету с участием субъектов Федерации. Для нас очень важна сбалансированность региональных бюджетов. И все ключевые тезисы, предложения, которые вы сегодня высказали, мы обязательно учтем и используем при доработке проекта бюджета. Предстоит большая работа по адаптации значительного массива федерального законодательства к новым конституционным реалиям. Вчера вы уже внесли первый пакет законов. Мы, безусловно, рассмотрим их в приоритетном порядке. Серьезная такая же работа предстоит и парламентам субъектов Российской Федерации по внесению изменений в региональные и местные законы. Совместно с Советом законодателей мы будем оказывать им необходимую практическую помощь. Важнейшими для нас, конечно же, будут законы, направленные на повышение качества жизни граждан. В свою очередь глава государства обратился к вновь избранным руководителям регионов и сенаторам от субъектов Российской Федерации. Хочу выразить надежду на то, что все вновь избранные коллеги сделают все от них зависящее и возможное для того, чтобы оправдать и доверие, и ожидание своих избирателей. И одно маленькое практическое замечание, которое напрямую касается вас, тех людей, которые вас делегировали в Верхнюю палату парламента России, это касается региональных бюджетов. Меры, которые предпринимает правительство Российской Федерации по консолидации бюджетных средств для решения общенациональной повестки дня, вопросов общенациональной повестки дня, так или иначе отражаются на региональных финансах. И в некоторых случаях затрагивают их таким образом, что их доходы могут по некоторым позициям сокращаться. Мы только сегодня обсуждали это утром с министром финансов, правительство это понимает и будет оказывать точечную адресную поддержку тем регионам, которые в этом действительно будут нуждаться. Я хочу, чтобы вы об этом знали и в контакте с правительством эту работу конструктивно начали и завершили в ходе работы над бюджетом. Член Совета Федерации от собрания депутатов Ненинского округа Римма Галушина прокомментировала состоявшуюся встречу Владимира Путина с сенаторами. Детская тема, она звучала приоритетной. И вообще детская повестка в рамках нашей осенней сессии, она будет очень насыщенной. В конце весенней сессии мы уже внесли ряд законопроектов, направленных на изменения в семейном кодексе. Кроме того, Министерство просвещения подготовило концепцию закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних. И я, как представитель комитета по науке, образованию и культуре, принимала участие в его подготовке. Сейчас мы совместно с Инфросом работаем над законопроектом по опеке и попечительству. Кроме того, президент предложил ввести более 30 тысяч бюджетных мест для студентов в следующем году. Напомню, что в этом году дополнительно было введено 11 тысяч бюджетных мест. Из них 9,5 тысяч ушли в региональные вузы. Кроме того, Римма Галушина отметила, что в ближайшие месяцы предстоит работа над формированием бюджета. Важно, чтобы все социальные обязательства нашли в нем отражение. Финансирование объектов здравоохранения региона стало темой для очередного заседания комиссии с участием представителей исполнительной и законодательной властей Ниницкого округа. Напомним, что парламентарии и администрация субъекта продолжают активную работу по предварительному рассмотрению окружного бюджета на три года. В начале заседания свои расчеты представили сотрудники Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ниницкого округа. В структуру профильного ведомства входит 11 подведомственных учреждений, в которых трудится более 2600 человек. Конечно, во многом от того, как предоставляются услуги по здравоохранению, и зависит наше здоровье в том числе. Поэтому, конечно, депутаты внимательно вместе с администрацией рассматривают бюджет. Но проблемы, конечно, существуют. По словам председателя постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике и бюджету Натальи Кордаковой, ситуация сложная. Основное внимание уделяется так называемым защищенным статьям заработной плате, льготному проезду, обязательным страховым перечислением. В следующем году все социальные выплаты останутся без изменений. На эти цели предусмотрено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Все выплаты, которые у нас есть в этом году, они остаются на следующий год. Это самое главное. То есть все время у нас переживают люди, что вот не дай Боже, какие-то выплаты прекратятся. Да, ну вот я хочу сказать, что все выплаты остаются. Да, сложно будет с применением каких-то коэффициентов для того, чтобы их увеличить. Но на сегодняшний день, я думаю, что самое главное пока их оставить. Если будет возможность, да, на самом деле будем применять индексацию уже тогда и будет увеличение этих средств. Самое главное, чтобы качество предоставления услуг здравоохранения в Ненецком автономном округе было не хуже, а наоборот лучше. Это главный показатель работы. Я надеюсь, что мы его будем достигать. По мнению депутата окружного парламента Николая Запалова, необходимо ежегодно выделять в региональном бюджете статью расходов на текущие ремонты. в учреждениях здравоохранения округа. Это не только требование санитарных норм, но и элементарная безопасность больниц и здравпунктов. Мы считаем, что эти работы надо проводить планово, ежегодно и бюджетом предусматривать в постоянном режиме финансирование ремонтов зданий, сооружений, подведомственных учреждений Департамента здравоохранения. Скорейшего решения требует вопрос строительства в округе нового здания инфекционной больницы. Окружные власти надеются на федеральное софинансирование. Хотелось бы сказать, если конкретно по инфекционке, здание построено в 1935 году, с 1997 года находится в аварийном состоянии. Ежегодно больница вынуждена тратить на ремонт этого здания и поддержание его работоспособного состояния. Большие средства, которые не выделяются из бюджета, то есть это из бюджета больницы, заработанные на оказание медицинских услуг пациентам. Здание, наверное, уже нецелесообразно ремонтировать. Оно аварийное, опасное для нахождения людей, персонала и пациентов. Этот вопрос необходимо активизировать и максимально ускорить по строительству либо переводу пациентов и отделения в другое здание. Таким образом, депутаты надеются, что вопрос со строительством нового здания для инфекционной больницы решится. Кроме того, появится возможность финансирования ежегодных плановых ремонтов окружных учреждений здравоохранения. Парламентарии предложили оптимизировать ряд статей расходов окружного бюджета. В ходе предварительного обсуждения рассматривались вопросы сокращения доходов Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа. Председатель комиссии по экономической политике и бюджету регионального парламента Наталья Кордакова акцентировала внимание на недопустимости увеличения штатной численности органов госвласти и подведомственных учреждений. В то же время парламентарии отметили необходимость сохранения субсидий на доставку продуктов питания в отдаленные населенные пункты округа. Во время обсуждения затрат на планируемое берегоукрепление депутат Александр Чурсанов рекомендовал сохранить возможность профинансировать эти работы. Вице-спикер Матвей Чупров предложил подведомственному профильному департаменту учреждения найти возможность самостоятельно зарабатывать деньги. Также он выразил сомнения в обоснованности тарифов Севержилкомсервиса. Вернулись в родные стены. 21 сентября после капитального ремонта открылась школа номер один. Этого события с нетерпением ждали ученики, педагогический коллектив и родители. Ведь на время ремонта учебного учреждения учебный процесс вынуждены были перенести в другие учреждения образования. Уроки проводились во вторую смену. Как начался учебный процесс, в отремонтированном здании узнали депутаты окружного собрания. Открытие школы ждали с большим нетерпением все участники образовательного процесса. Из-за затянувшегося ремонта первая школа не смогла распахнуть свои двери перед учениками 1 сентября. Это событие пришлось перенести более чем на две недели. И вот, наконец, 21 сентября учащиеся переступили порог альмаматор. Прекрасно. Стало намного лучше, чем было. А что особенно тебе нравится? Новый гардероб. Стало удобнее, чем было раньше. Номерки. И как-то все более понятно, чем было до этого, когда все перелезали. Все что-то там. Суета была. Сейчас как-то все более стабильно. Оставить школу без ремонта в новом учебном году было нельзя. Ветхая система отопления давала сбои, требовала скорейшей замены. Поэтому откладывать ремонт еще на год было нецелесообразно. У нас проведена работа по ремонту системы отопления. Здесь полностью заменена система отопления. Потому что в здании последние годы, особенно на первом этаже, было уже холодно. Реально холодно. То есть, эти замерзали, и это было очень нехорошо. Мы провели утепление и замену подоконников тоже на первом этаже. Мы, соответственно, один из проектов уже давно существующих, это, конечно, гардероб, который у нас был не гардеробом, а просто таким отгороженным местом. Теперь он стал настоящим гардеробом со всеми, как говорится, номерками, вишалами, с очень красивым оформлением. То есть, это тоже очень важно, потому что люди, знаете, как театр начинают с вешалки. Ну, и школа тоже отчасти начинается с гардероба. Открытие учебного заведения ждали с таким нетерпением, что готовы были помогать всем миром. Только бы поскорее перебраться в родные стены. От лица своего, наверное, и всех своих коллег благодарить тех людей, которые нам пришли помогать. Потому что у нас тут было три дня Аврала, когда мы готовили школу к открытию. К нам приходило очень много волонтеров, в том числе, кстати, деплаты Кужиного собрания пришли нам помогать. К нам приходили родители. Сами учителя очень много работали, потому что нужно было подготовить кабинеты к открытию. Дети приходили, наши учащиеся. И надо сказать, что когда в субботу у нас тут был день генеральной уборки, у нас здесь было, наверное, человек 200 в школе, которые работали, все дружно. Среди тех, кто в субботу помогал обустраивать кабинеты, расставлять мебель, выносить строительный мусор, был и заместитель председателя собрания депутатов Ненецкого округа Матвей Чупров. Насчет затянувшихся сроков ремонта у парламентария свое особое мнение. У нас скрылась такая проблема, которая связана с тем, что очень поздно приступают к ремонту образовательных учреждений с поздним выделением средств. И, как мы выяснили, торги были объявлены только 15 августа, потому что деньги были выделены поздно. От этой практики мы должны уходить. Депутат считает, что при формировании бюджета на следующий год, а это происходит уже сейчас, надо обращать внимание именно на статьи расходов по ремонтам образовательных учреждений. Мы должны принять и запланировать средства на проведение ремонтов, которые будут осуществляться в летний период, для того, чтобы с началом нового года уже можно было проводить торги, определять подрядчиков и своевременно, планово подходить к ремонтам, которые будут проходить в бюджетных организациях. Другого способа на самом деле не существует. И проблема, по моему мнению, она находится в первую очередь в том, что нет скоординированности действий в работе двух департаментов. Если скоординированность это появится, мы очень надеемся, что это произойдет, то тогда все будет гораздо лучше. Чтобы подобная ситуация не повторялась впредь, профильные департаменты должны работать в тесном контакте на опережение, считает депутат. Как живешь студент? Окружные парламентарии проинспектировали работу средних специальных учреждений региона. В частности, они посетили Ненецкое профессиональное училище. В прошлом году родители учеников озвучили проблему – нехватка бюджетных мест, особенно для выпускников из села. Депутаты пообещали помочь исправить ситуацию. Можно, ну, очень много чего придумали. Открыть дело, дальше продвигаемся. Марина Чупрова совсем недавно стала учащейся Ненецкого профессионального училища. Сразу по окончании школы поступила в это образовательное учреждение. Сомнений в выборе направления у девушки не было. Мечтала стать парикмахером. Я поступила на парикмахерское искусство. Хочу дальше продвигаться в этом деле. Закончить отлично. И работать по специальности. Первокурсник Андрей Еферов планирует стать сварщиком. Говорит, что в училище есть все возможности, чтобы научиться мастерству. Эта профессия мне понравилась, так как можно работать везде. Потому что она сейчас очень сильно востребована. По словам студентов, образовательный процесс в учебном заведении организован отлично. Большое внимание уделяется студентам из села. Проблемы, которые возникают у педагогов и учащихся, удается решить совместно с депутатским корпусом. Например, вопрос о бесплатном питании. Трехразовое питание оставлено. Большое спасибо нашим депутатам, всех студентов наших. Потому что действительно приезжают ребята в 15-16 лет. Да, мы обустроили кухню. Есть кухня на тажах, есть холодильники и так далее. Недорогая цена в столовой. Можно, в принципе, и там купить. Кроме того, студенты обращались с просьбой поднять стипендию. По словам депутата Натальи Кордаковой, этот вопрос был решен положительно. И в скором времени учащиеся и студенты ощутят результат. 26% расходов бюджета составляет департамент образования. А это что у нас? Это дошкольные, школьные учреждения, в том числе и профы. Но несмотря на то, что такие расходы большие, в прошлом году к нам обращались родители из Красного о том, что их дети не поступили в ПТУ и просили помочь. Таким образом было решено создать еще одну бюджетную группу. Это решение было принято парламентариями совместно с губернатором Ненецкого округа. В июне месяце департамент образования предложил сократить расходы и создать по две бюджетные группы во всех профах. Но несмотря на это, депутаты приняли решение вместе с губернатором о том, что мы все по четыре группы будем оставлять. И сегодня мы пришли посмотреть, как будет депутатский контроль на самом деле. Правильно это было решение или неправильно. В ходе прошедшей встречи учащиеся подтвердили, что создание дополнительных бюджетных групп необходимо. Тем более, что большинство ребят, которые получают здесь специальности, являются жителями сел. Туризму в Ненецком округе быть. В регионе состоялся круглый стол. Сельский туризм как фактор развития территории. Мероприятие организовал Департамент финансов и экономики и Центр развития бизнеса Ненецкого округа в режиме ВКС. Участие в нем приняли депутаты окружного собрания. Ненецкий округ как Центр туризма. Вопросы организации туристических маршрутов на территории региона наряду со специалистами, курирующими данное направление, обсудили вице-спикер Максим Арбузов, депутаты Наталья Кордакова и Александр Чурсанов, главы Тиманского, Коткинского и Хоседа Харского сельсоветов Вадим Глухов, Александр Баёв и Андрей Танзов. Я считаю, что необходимо было пригласить и предпринимателей муниципальных образований, чтобы они уже из первых уст услышали, какие предложения на сегодняшний день есть. Это есть и федеральные средства, есть и региональные средства. Поэтому необходимо, чтобы была тесная работа непосредственно уже с предпринимателей села. По мнению парламентария, сельский туризм является еще одним направлением бизнеса в сфере услуг и может заинтересовать его представителей. Александр Чурсанов поделился мнением о развитии туризма в округе. У нас в каждом муниципальном образовании можно показать, вернее, есть что показать. В основном это, конечно же, Тиманский сельсовет. Мы знаем, что там очень красивые природные ландшафты есть. Это и побережье морей наших, это и наша жемчужина песчаная, шойная, и термальные источники. То есть, ну, у каждого муниципалитета есть, я думаю, те места, куда можно сводить туристов, и есть и места, которые можно показать приезжим гражданам. Участники обсудили планируемые меры государственной поддержки, услуги, предоставляемые Центром кластерного развития, возможности сотрудничества с предпринимателями. Также обсудили идею проведения событийных фестивалей в населенных пунктах, на примере фестиваля «Корюшки» в Индиге. Приятно, что в сегодняшнюю дискуссию, беседу вовлечены главы муниципальных образований, потому что они на местах, я думаю, что они больше знают, то есть и смогут предложить те оптимальные пути решения этих проблем, в первую очередь транспортных и логистических. Денис Гусев, член Совета Федерации от Ненинского автономного округа, принял участие в экологической акции «Посадить дерево-2020». Она прошла в Нарьинмаре в минувшие выходные. Акция «Сохраним лес-2020» в Нарьинмаре началась еще 1 сентября. Тогда волонтеры вместе с сотрудниками Ненинского лесничества высадили деревья около новой третьей школы. Следующая локация – окружная больница. Администрация учреждения обратилась в лесничество с просьбой помочь облагородить территорию. Нарьинмар, знаете, у нас очень много песка, зелени не хватает, поэтому мы решили, что осенью, когда будет самое время для посадки деревьев, чтобы они по максимуму прижились, организовать с привлечением общественных организаций посадку деревьев на территории больницы. Ну, облагородить территорию, добавить зелени, чтобы было красиво, уютно. На посадку деревьев в больничный городок вышли сотрудники медицинского учреждения «Волонтеры». Среди добровольцев и новый сенатор от Ненинского округа Денис Гусев. Говорит, что опыт в этом деле имеет на его счету не одно посаженное дерево. Регулярно, каждую осень, занимаемся посадкой деревьев. И уже не только лиственные породы, но и луи, уже есть небольшая, но практика их приживаемости, по прошлым годам, как приживается, насколько приживаются деревья. Нина Абакшина – постоянный участник разнообразных экологических акций. Сегодня она вместе с членами клуба «Скандинавской ходьбы». Активная горожанка считает, что каждый в силах сделать что-то на благо малой родины. Я думаю, что не лишнее будет, тем более больница, поликлиника, родильное отделение. Зелень им нужна, чтобы был кислород. Вот, это здоровье. Галина Кузьминична в массовой посадке деревьев участвует впервые. Хотя опыт в этом деле имеет. На просьбу принять участие в акции откликнулась с радостью. Вот когда, ну да, действительно, вот, человека не станет, да, дерево растет, да. Так же, посади дерево, вырасти сына и построй дом. Ну, как бы говорят. Ну вот. Деревья, которые высаживают сегодня, это березы, попадающие в зону прокладки газопроводов и линии электропередач. Их пересадку согласовывают, а затем транспортируют к новому месту жительства. Надо отметить, что лесничество обеспечивает волонтеров всем необходимым для посадки деревьев инвентарем. Тонкость и хитрость только одна – любить то, что делаешь. То есть, если буквально с любого дерева посадил, поверьте, оно приживется, но обязательно поливать. Примечательно, что акция проходит накануне праздника Дня работника лесного хозяйства. Зад у нас День работников леса, поэтому своим коллегам пожелаю крепкого здоровья, благополучия себе и семьям обязательно. Удачи. До конца сезона в лесничестве запланировано еще четыре мероприятия по высадке деревьев в городе. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в четверг, 1 октября на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok